всем привет всем здравствуйте сегодня у нас прямой эфир дизайн черепашьи ноготки не знаю вот тренд старый ну есть запрос на то что показать как делать этот дизайн вот поэтому я думала думала думаю надо показать раз просят вот и так тренд он примерно где-то мне кажется в 2018 года делают но конце 23 года осенью по моему бибер как ее зовут то имя далее свитаж скриншоте ки приготовила сейчас секундочку сделала себе такие ногти и конечно этот тренд получил новую волну где мои тут скриншоте ки всем привет привет тренд старый такой достаточно да это как раз вот под заколочки серьги такие очень часто одно время делали оправа часто встречаются да и называется это почему-то черепашья оправа вот хотя для меня это такой больше знаете какой-то анималистичный вариант вот есть конечно что-то черепахи и сейчас запрос такой поступил показать вот такой вариант дизайна давайте попробуем вот кстати у бибер как эти ногти выглядели это вот буквально октябрь-ноябрь 2023 года я бы не сказала что у него очень удачный вариант прям что-то совсем такой не знаю как это выглядит хотя может просто фотка плохая на самом деле дизайн прикольный вот так из чего можно сделать я взяла наши материалы и понятно что нужно либо брать гель-лаки разводить до прозрачного состояния делать витражный эффект либо можно взять сразу витражные гель-лаки либо краски вот ну я решила не разбавлять не мучиться так сейчас и кисточки кисточки такие все подуставшие вот поэтому я буду работать витражами в ростове так тепло что мне просто капец как жарко так из черного мы сделаем из черного витражек и теклас будем использовать виде разбавления вот так у у кого витражных нету понятно что вы можете все это разбавлять просто нужно коричневую краску либо коричневый гель-лак находить такой чтобы это прям а я кстати себе ногти сделала смотрите короткие с маквином надо эту руку теперь черным сделать переделать какой дизайн на коротыши муж такой посмотрел даже муж у меня такой это филипп плейн игр нет ли плейн у него черепушки со стразиками говорю а это александр маквин надо же короче коричневый гель-лак тогда в этом случае нужно найти такой чтобы он при разбавлении давал такой идеальный прям витраж витражи так как это суков на основе гель-лака то обязательно только на палитру выкладываем я желтый возьму на всякий случай вдруг пригодится и работаем уже с палитры что если будете работать с открытыми красками с полимеризуется продукт с полимеризуется и вот такие варианты я вам покажу сейчас на весь ноготь просто сделаем и такой вот вариант попроще сделаем когда это как какие-то дополнительные элементы так и черненький нам понадобится черный мы тоже разбавим что он нам где-то пригодится в чистом виде а где-то нам пригодится в полупрозрачном можете найти даже у себя у меня если порыться у меня бижутерию я раньше много покупала даже по-моему у меня есть свежие сережки которые я носила вот в двадцать третьем году летом у меня была вот здесь так золотая штука огромная и выдает как раз этот эффект типсы понятно что лучше взять прозрачные абсолютно чтобы это прям хорошо можно было передать а право под черепашку первый слой можно в принципе взять в чистом виде этот витраж вот а можно вот как я видите чуть желтенького чуть-чуть коричневого добавила и начинаем несколько заходов все это просушивать делаем такие пятнышки сначала побольше широкие такие пятнышки когда мы берем готовые витражные краски ими проще работать в плане ведь не надо сильно париться растушевывать так как растушевка она так достаточно простой и хорошо происходит кто кстати любит оправы у очков черепашечи периодически все равно очень много фирм производитель очков делает этого права потому что любят многие женщины сушим и теперь можно перейти когда уже мы черный с коричневым начинаем смешивать такой темно-коричневый очень простой и быстрый дизайн нестина кайф сделать моделирование вот но если нет возможности сделать моделирование то делать уже при коррекции я еще раз я взяла прям за основу нашла эти заколки бижутерию роговая оправа и то на что можно сориентироваться вот самый такой вот удачный такой вот вариант нашла не забывайте кисточку протирать и вокруг каждого пятна уже вот чистой кисточкой проходите и из-за того что все полупрозрачное разбавлено ну очень хорошо растушевывается каждый раз так подсушиваем можно сделать на все ногти а можно например какие-то ногти добавить просто какие-то элементы сейчас элементы я покажу более простым путем сейчас я уже беру такой более черный уже он такой меньше разбавлены сушим сейчас мы перекроем финиш обязательно сделайте такое легкое уравнивание моделирование и можно пройтись еще слой сделать эти этих пятнышек будет тоже прикольно сушим хотите давайте в несколько заходов сделаем хотя можно и так оставить вот каждое пятнышко по кругу проходите но очень хорошо за счет витражности выравнивается еще вариант мне нравится когда прям конкретно с аквариумом делаются и чуть-чуть молочки добавляют сейчас мы попробуем такой вот вариант сделать принесите мне белую файбербазу сейчас мы сделаем с белой файбербазой так тоже прикольно получается так ногти главное не уделать ты их еще толком не сфоткала так точно так же берете витражный цвет краски либо гель-лака у нас этот продукт он был выпущен сначала бутылька гель-лака потом выпустили в баночках то что гель-лак такой достаточно густой первый слой можно пройтись такой тонкий слой сделать либо чистом коричневым сейчас мы первые эти наметим пятнышки и здесь мы сейчас сделаем с молочкой чуть-чуть буквально так я возьму милк молочную базу мне девочки дали большой раз я вижу так кто любитель файбербаз имейте ввиду что у нас есть вот такое большой объем нас очень многие любят этот продукт небольшая рекламная пауза файбербаза этот в принципе можно сейчас тоже пройтись ну видите к сожалению камера на такой аквариумный эффект сильно не передает особенно через камеру в инстаграм ну все же делаем примерно то же самое но сейчас мы добавим элементы молочки файбербаза да у нас много в линейке баз с разным химическим составом вот и например линейка файбербаза это американское сырье у нас одна из самых популярных у нас есть софты это классические системы да к ним относится кстати хард база классика это европейское сырье вот например базы файбербаза это американское сырье так но я думаю что вот достаточно и сейчас мы начнем чуть-чуть молочки добавлять и здесь молочную базу можно чуть-чуть под разбавить например прозрачным гелем тоже либо любой прозрачной базой что у вас там под рукой есть чтобы молоко ну как бы было ну так немножко причем можно не на весь ноготочек это делать в чем здесь можно делать как душе угодно и самое главное знаете либо заколочку какую-нибудь себе перед глазами положить ну прям прохожусь видите тонирую выровняем в конце прям хорошим слоем уже прозрачной базы многие кстати боятся файбер продуктов хотя наша файбербаза она идеально сама выравнивается ой это же не для этого варианта так сейчас я хочу еще добавить так еще раз можно продублировать вот либо вы берете в чистом виде этот витраж коричневый либо можно еще желтином добавлять короче для цвет витража идеально подходит для этого дизайна мне надо мучиться думать какую коричневый взять разбавить прям классно подходит так сейчас я выровняю либо прозрачную базу либо гель скульптурный вот но у меня сейчас под рукой нет прозрачной базы у меня здесь только prime есть сейчас я сделаю моделирование прям выровнять поверхность и можно в самом конце уже пройтись вот эти пятна черные растушевать с беленьким вот то что я добавляла белый прикольно получается такой эффект молочный то что добавляли все сделали толщину и теперь можно снова вернуться вот к таким же пятнышком как вот здесь мы делали все нужно теперь еще раз не ну винтарь он от черепашки отличаются янтарь можете просто желтый не использовать используйте только витражный коричневый так и пошли еще свой добавили черный с коричневым что такой темно-коричневый получить мне вообще анималистичные принты конечно этот дизайн на ногтях напоминают сейчас тоже полупрозрачный такой черно-коричневый самом конце уже можно чисто черный добавить сушим но есть много людей кто любит вот такую оправу по черепашку если не такой драк это смеси цвета смешать вы просто любили берете любой коричневый гель-лак и разбавляете его просто чуть-чуть до полупрозрачного состояния и все так теперь я уже практически просто черный взяла можно например даже не растушевывать да что если мы посмотрим на очки но тут не везде растушевана какая-то мне тут козявка прилипла к ногтю а 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 сейчас я замоделирую чуть-чуть ноготь за кадром я бы его еще чуть-чуть допилила так теперь вариант можно добавить сюда нужно здесь кстати черненького побольше добавить на том варианте который у нас первый я не знаю какой лучше они в принципе мне больше с молочкой нравится когда мы добавляли молочку это тоже в принципе неплохой теперь если сделать вот такие элементы какие-то в таком же стиле да например не делать ногти полностью под эту черепашку а сделать только элементы здесь прикольно взять тупо стемпинг леопард например либо какие-то такие пятна леопарда под анималистичные принты я думаю что у всех есть такие пластины и здесь более такой знаете примитивный вариант делает сейчас я покажу давайте возьмем здесь можно взять такие молочные типсы вау 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 очень красиво сделать на каком-нибудь жемчужном гель-лаке например номер 389 выходил у нас по моему ровно год назад красивый такой цвет ну либо просто на камуфляже на голых закамуфлированных ногтях сушите делаем стемпинг а принесите мне пластины от стемпинга так черный лачок делать будем по т-классу можно без т-класса в принципе и у нас есть вот такая пластина сейчас я покажу она не леопард но это типа типа леопард можно взять кусочек двустороннего скотча не здесь вот например вот какое-то место выбрать так даже хорошо все сделали и например берете и этот же витраж который у нас до этого использовался до коричневый ну либо вы берете гель-лак коричневый разбавляете с прозрачным любом все и просто тонируете сверху в один слой тоже будет чем-то напоминать вот эту черепашечью оправу как под прямоугольничек сделать до тоже такого плану юля надень золотые клепки какие-нибудь украшалки эти всякие квадратики так и также сделала 389 не обязательно получается все ногти делать вот этой черепашкой да например пару ногтей можно без черепашки сделать на весь ноготь чтобы сделать литье здесь можно взять матовый топ либо любой глянцевый обезжирить его и зашлифовать и тогда гелем для фольги сделать например контур так единственно матовый топ тогда сушим ровно три минуты не меньше чтобы прям вот такая оправа получилось где прилипнет фольга только на сам рисунок и возьмем мультипл гель мультипл гель еще раз напоминаю лишние всегда работаем не с банкой а тоже чуть-чуть набираете кстати знаете что стала говорить сейчас ученикам потому что и в группе сейчас инструктора писали короче фольгу вообще не снимать из мультипл геля буквально дырочку сделали из дырочки достаете то что он видите прям не просто гель а клей гель и если очень много света светит настольные лампы очень может сильно реагировать на свет настольная лампа будьте очень внимательны не сполимеризуете мультипл гель если будете с открытой крышкой работать так еще раз делаем стемпинг у нам нужен такой четкий квадратик тоже вам опять понадобится такой двухсторонний скотч у него обычно видео есть квадратики нарезанные заранее да лучше золото сейчас еще раз берем этот же паттерн и помнишь на это номер вот этой пластины так тоже самое у меня опять лак забрала до нормальный забыла почистить пластик короче еще раз делала этот вариант давай просто такими квадратики тоже будет нормально попытка номер два видите когда где-то что-то забыл со стемпингом нужно движение делать всегда четкие никаких лишних ну и самое главное это должно быть достаточно быстро квадратик получился прямоугольничек веник вернее и то же самое берете опять витражную красочку я пока эфир вела уделала стол просто сейчас меня мой секретарь побьет эти как эту черепашку можно по-другому сделать но в элементах не на весь ноготь хотя еще раз это тренд очень старый наверно 2018 года мне кажется много было в инстаграм пинтересте ну всегда тренды они все цикличны сейчас сделаем такой четкий прямоугольничек у кого нет витражного коричневого такого гель лака либо краски в баночке вы берете просто гель лак коричневый но там где в составе нет белого пигмента и разбавляете до прозрачного состояния хотя еще раз повторюсь все равно какой бы гель лак не был его вот до витража невозможно довести чтобы был эффект стекла ну так вот сделать суши вот это пластина номер пять бренды да один квадратик ну ладно мне хоть один квадратик что же такое ладно она плевать значит поставлю какие-нибудь круглешочки золотые хотела под фольгу просто тут эти блин рыжие стразики то же самое покрываем матовым топом что здесь прикольно также оставить этот дизайн под матовым топом можно точечки фольгой но он уж всегда идеальный так multiple я уже заранее выложила на палитру сейчас мы сделаем такую вот украшалочку то у меня теперь понимаете любимый материал у меня вход пошла вся моя старая фольга поэтому даже сегодня здесь я добавляю опять фольгу 15-30 секунд 15-30 секунд джентик леру джентик лер я обычно я кстати даже 30 секунд не сушу обычно не досушиваю идеально уже на 15 секунд вот такой дизайн с имитацией черепашки этой оправы до сережек сейчас очень много сейчас если очки не в тренде да и например заколки то например серьги часто встречается с этим элементом все и здесь можно взять любой топ без липкости выложить его на палитру сейчас мы как раз обязательно и фольгу закроем ну праймом классно работать он густой не растекается хорошо будет держать фольгу слушайте в принципе можно вот так оставить да можно объем сделать чтобы эта штучка была объемная здесь не будем делать никакого контура пусть будет просто прямоугольник можно было просто не такой огромный его сделать а чуть поуже да было бы получше у меня последняя оклепка квадраты осталось вое нужно по центру положить будет прикольно да что ж ты такая тяжеленькая вот именно что был принципиальный вопрос все я поняла ты принципиально мне ходила искала так ну раз мне клепки нашли значит будем еще клепки добавлять так как это ну так 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 не знаю делать этот объемный вариант джеймте клер мне кажется так хорошо кто хотите объем добавьте джеймте клер и получается такой вариант этот мне кстати больше нравится по композиции надо было делать маленький прямоугольник потому что большой такой мне не очень нравится ну все на этом наш мастер-класс подошел к концу еще раз напомню у нас сегодня была такая имитация черепашьей оправы то чего сейчас встречается достаточно много последние 5-6 лет но так как сейчас это такой цикличный тренд благодаря как же ее Кайли Бибер жену Бибера как зовут она просто не так давно сделала такой маникюр смотрится очень прикольно и сейчас этот тренд подхватили и снова стали делать ногти с этой имитацией всем большое спасибо всем пока-пока спасибо за просмотр! и